всем привет блендер 2.8 погнали рассмотрим как простейшие модельки персонажу типа применить свет штанам там ногам и так далее закрываем вот эту окошку нажимаем файл нажимаем импорт пардон нажимаем open у меня формат оказывается блендеровский так что импортировать не надо и открываем персонажа вот такого на скорую руку я тут сварганил красавец орел так ну и давайте вот эти мал мал так раскрасим чтобы божески красивее выглядел еще больше открываем шейдинг и ждем сейчас у меня чуть-чуть потупит и немножко все это дело подгрузит и будет лайк колесико приближает отдаляет модель shift зажатый крестико зажатая двигает модель и зажатая колесика перекручивать модель так вот такое окошко здесь высвечивается здесь будем менять цвет тут три панели вот это нам пока не нужна мы можем вот так вот отключить здесь вот есть . такая вот она искала прикреплена ее можно отключить откинуть и все так выделяем вот любой саптул и нажимаем допустим новое новый материал здесь можно его переименовать допустим пишем рука рука и жмем enter все назначили как ее называют и жмем вот сюда вот получаем давайте синий цвет и вот такой вопрос у нас тут две руки да если сейчас цвет выбирать может быть он не попадет опять под этот жетон что делать нажимаем левая кнопка мыши снимаем выделение первой крашеной руки и нажимаем на вторую опять же отключаем эту штукенцию которая высвечивается нажимаем shift и левая кнопка мыши нажимаем на руку окрашена следом нажимаем control l и заходим в материалы нажимаем материал присваиваем цвет этой руке следом опять жмем на саптул на поле группы или саптул как саптул наверно и нажимаем опять новое опять можно переименовать опять это нам пока не понадобится отключаем и включаем опять же color вот так вот можно опять же этот цвет с руки также назначить именно вот этой части через control l что еще тут есть есть две ноги выделяем опять же новый и отделяем опять вот эту всю стукенцию назначаем пусть штаны будет зеленый вот так и опять же снимаем выделение включаем не крашеную ногу не крашеный саптул зажимаем shift и левая кнопка мыши накрашенный ноги нажимает следом нажимаем control l и жмем опять же материал то же самое проделываем с ботинками нажимаем на ботинок жмем новый материал и вот так все это дело пока опять отключаем она у меня здесь вот висит это для других дел великих и нажимаем опять же на вот эту площади base color и выбираем цвет ну пусть будет желтый а вот здесь вот шкала сбоку она дает тон пемнее светлее ее тоже можно водить так что не забывайте здесь все настройки есть их потом тоже рассмотрим здесь интенсивность потом перевести надо именно отключить сейчас я отключу файл преференции заходим интерфейс и нажимаем translation перевод вот так вот и теперь давайте почитаем что что тут вообще написано основной цвет будет желтый зеркальность можно прибавить вот таким вот образом цветной блик тоже можно прибавить просто блик можно прибавить анизотропность поворот анизотропии блеск ткани лак что тут можно лакировать бутинок так но это нам пока наверное не надо шероховатость лака прозрачности и так далее все это настраивается все это можно увеличивать уменьшать и так далее так ну а пока давайте опять же вот применим цвет этому ботинку снимаем выделением выделяем ботинок отключаем ненужную штукенцию сбоку пока переключаемся shift зажатый левая кнопка мыши на окрашенный ботинок и жмем control l и жмем материалы все цвет назначен вот такой у нас гражданин что еще здесь можно сделать здесь можно именно поменять фон тут кстати вот если вы крутите модельку вы видите что установлен вот свет и вот так вы крутите видите с разных ракурсов render вот так вот выглядит здесь кстати его можно чуть-чуть нажимать и вот притемненный он вот так вот выглядит ну вот задний фон нужно заходим в объект вот сюда нажимаем мир мир у мир май у май и вот заходим вот здесь вот вы увидите еще две вот такие панельки цвет здесь написан нажимаем на него выбираем любой цвет заднего фона и поднимаем прозрачность фон пускай наверно желтый будет вот так применился цвет здесь можно теперь сделать его светлее можно сделать его чуть-чуть приглушенным ну в принципе вот такой вот человек на желтом фоне вот с этой клавишей нажатой следующий момент надо добавить свет сюда я его удалил цветы камеру давайте посмотрим как добавляется свет жмем shift и жмем свет точечный источник и нажимаем опять цвет точечный вот он установился там где у вас находится именно вот этот курсор переносится курсор в середины куда вам надо это зажатый shift и правая кнопка мыши можно вот добавить еще один цвет вот сюда вот так добавляем shift и и опять же свет и точечный источник там можно прожектор выставлять и чего только нельзя и вот теперь можно это все дело покрутить повертеть вот так все это дело выглядит и где можно теперь настроить вот это и как переносить дать источник света источник света выделяем и снимаем выделение левая кнопка мыши на свободном месте вот здесь вот и жмем g английскую и вот мы его можем перетаскивать куда нам надо где настроить источник света да это заходим так вот сюда вот заходим в панельку контраст и вот здесь есть солнце прожектор источник вот вы можете точечный здесь настраивать можно его так вот немножко красненьким особое расстояние также здесь включена тень и вот ничего такого сверхъестественного нету предпросмотр солнце прожектор и вот вы видите как все это дело здесь изменяется вот так где то где то вот такие вот дела вот такой человек вот это свет здесь настройки заднего фона цвет и здесь вот объект стиль линий и объект нажимаем на модель жмем объект появляются все наши причиндалы вот эти все рамки так лист стильный берли объем смещение и нажимаем на свет исчезают эти рамки и жмем мир появляются другие рамки вот где то так вот раскрасили посмотрели вот такой вот принцип на и простейший дальше будем усложнять персонажей будем делать и будем все это потом в совокупности применять уже сначала разберем подетально что да как кусочки а потом эти кусочки при уже в пазл сложим и будет реакция нормальная думаю все по пока до свидания лайк дизлайк как обычно